ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, в прошлой серии мы разобрались с очень интересным делом, которое повернулось неожиданно. Было похоже на то, что сбили человека, а оказалось, что это всё подстроила его жена и своим любовником. Так, ну а сегодня мы будем проходить с вами дело под названием... Прокол. Странный перевод, по-моему, слепого там переводится как вговорка или слетела с языка, а не прокол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА опять на вид какая-то you can drive they're calling her the dahlia now wonder what veronica lake makes of that one you hear whether they're making any progress captain donnelly seems to think they have it all wrapped up brown and green are sweating this manly character i heard it'll be in front of a grand jury by next week or terrible enough to be murdered like that without having been dead sprung all over the front интересно на каком деле они говорили видимо им занимается отдел убийств они транспортная полиция что-то that's the car cole just pulling out of the drive get it remember we need them healthy enough to answer questions 1247 detective felts requesting immediate backup in pursuit of a stolen green kaiser fraser from 6 west 2nd street a-а-а-а-а-а-а not games models take this guy out не особо получается стой да ладно чек так вот все, данные, данные странно, действительно, чувак купил машину, купил краженую так, поговорим так, вот тут все правда и владельцы? из самого места да, свидетельство если это зацепляет, то это на верхней стороне это должно быть следовало на обратной стороне ничего нет на обратной стороне интересно хотя я, конечно, не разбираюсь в бумагах но на вид и все так выглядит очень правдоподобно но вряд ли у нас в отделе ошиблись и сказали, что это пуганный автомобиль да, что-то я сомневаюсь что-то бежал-то от нас так, у тебя косячок в машине да, понятно машину ты не угонял, но наркотики тоже, знаешь ли не легализованным кто-то с ним кто-то с сомневался от Кумбс-Атомотива кто-то знает кто-то знает кто-то знает как дело вернется что нравится в этой игре пока что что знаешь что я думаю, что он говорит правду я Лейла спросил этого мистера Кумбса не ну блин, ну мужик даёт ну блин, ну мужик даёт ну блин блин я уже говорил повторюсь обожаю Бековский если у нас сменится напарник в будущем блин, надеюсь, что не сменится так, что у нас тут показывай чаки так, ну для начала чака так, ну для начала чака я и не могу я и не могу сак, а теперь предыдущий владелец даже у него был интересно Джин Арчер и даже адрес есть Неплохо. Jean Archer. 146 North Fremont Avenue. Что-то мы увидели, что-то не поймал. Марки. Компания, которая напечатала это. Так, ладно, наверное, можно поговорить. У меня несколько вопросов. Хорошо, парни. Поехали. Вы можете рассказать, как вы пришли покупать автомобиль? Татьяна просто влезла прямо на улице. Так, просто. Попробуем интуицию. Сомнения не подходят, а ложь у нас нету. Прямо-рулик. Ладно, поверим тебе. Ничего необычного в этом автомобиле. Что-то нет. Рахбард, не usual, не usual. Приклинула. Миа-ра-ра. Оно-кошкою. Но с таким. Но все равно кияж-ре. Поехали в чехе или килограмм. От-вах. От иди каша. Она хотела это сделать, но я инсистиле. А-а-а-а-а. Что-то? Мне данный. На этом начале он зато�ually... Я не знаю, это заинтересно. И как-то доносит умеет. Это кида, давай-ка-дьи-тек. Ну, вроде не похоже, что он верет. Не знаю, вообще, по-моему, он пока нам не врет, и смысл ему врать. Он просто продал машину. А вот тут у него какое-то странное, не такое спокойное вожжение лица. Хотя зачем ему врать в данном случае? И так уже все рассказал. Впрочем, ладно, подвергнем сомнению. Знаешь, вот тут я тебе тоже не верю. Битковский. Так, а тут газеты у тебя случайно никаких нет? Почитать. Ладно, я думал... Ну, Harrison might be off the hook, but we can still run an APB on Gene Archer. Get on the horn and call it in. Ну, ладно, я думал... Ха-ха-ха. Ха-ха. Позвоним. Попробуем пробить. James Velasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thanks. You drive. I need to go over the case notes. Heh. Do we know where we're going? Here's my address in Fremont Avenue. Let's see. Here's a chicken and egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars? Or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car sales. It doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line. Just to get the hell out of there. It's interesting. So, let's see what it is. Jane Archer. Who is she? It's empty. You should have known that Archer Broad would have given us a false address. We should go to the station. See what this Belasco guy has to say. Ah, so the address was stolen. That's real. It's very interesting. Well, that's true. Then we'll talk to Mr. Belasco. What... How is it related to the deal? What... Detectives, Belasco is prepped and ready in two. another stolen car with legit papers thanks I think we've lost in there and find the goddamn crummy bastard James Belasco I want a lawyer it's my car and I got the proof right here take a look for yourself the paper is real enough Belasco but the car isn't yours this pink slip is a forgery where were you taking the car blow it off greenhorn you'll get nothing from me you're a two-time loser if you don't give me something I'm gonna ask the D.A. for the maximum you're looking at ten years Belasco kiss your youth goodbye I want a deal keep talking and we'll see what sort of deal you're worth my job is to drive the cars out of state Nevada Arizona sometimes New Mexico with the paperwork they provide it's normally a breeze the cello system a perigone can come to my bill it is what yeah does the name jean archer mean anything to you no never heard of her you're a liar James say that again I'm telling the truth I don't know the broad so that's why you both have the same address printed on your pink slips she's a mule for these stolen vehicles genius same as you Jesus all right I know her stupidest broad I ever met always cooking up crazy schemes I don't know why those guys use her you happy now what happens to the cars once they cross over the state line I don't know I just deliver them give me something belasco or I'll take you back to the cells until the whole station you're a child molester how long you think you'll last okay okay I hear you the cars get sold in Chicago or back east sometimes I bring back cars coming the other way where do you pick up the cars belasco warehouses mainly in east downtown yeah an address belasco you want my help with the DA cough it up now a place on industrial street I don't know the you're gonna help me out right keep talking kid see what we can do all right James we're gonna check if this information is worth anything and if it is I need your help here pal if it is then we'll know you're a man of your word and so will the DA what the you're Phelps right yes I am look can we do this later I'm in the middle of Ray Pinker I'm with technical services the pink slips are all real yes we know that there's only one company that prints them in California the marquee printing company they've confirmed that the numbers are legitimate you've checked them out sure they're on Aliso Street near the corner of San Pedro the guy I spoke to was lightball Gordon lightball here I wrote it down thanks Ray this is a great lead we'll get down there as soon as we can I don't care I don't go in for letting gangsters off Scott 3 I don't care I don't go in for letting gangsters off Scott 3 I don't care I don't go in for letting gangsters off Scott 3 your GTA suspect Gene Archer spotted by a patrolman Western Union office 253 South Hill less than a minute away down the street if you run go she won't hang around Don't you heard of the background? We already found it Well then let me go Hey, brother The edge of the car Come on! We don't want to lose her! I'll give her, I'll give her Hey, theela You're right Hey, we gotta go Oh dear Oh dear I will give you Let her Продолжение следует... 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 Мистер Биггаллоу хороший клиент. Извините, что вас беспокоит, сэр. Мы расскажем, если есть какие-то разведки. Ты можешь ездить. Так что, куда ты хочешь? Давайте посмотрим, что у нас здесь. Видимо тут все будет по-плохому. Ура! Поехали! Ура! Ура! Клэр! Клэр! Ура! Ура! Ну давай, покажись. Так. Ура! Эй! Что такое? Сейчас мы не целимся. Давай, покажись. Последний двор в конце. Я слышал что-то. Угу. Ура! Ура! Не вырвывай! Ура! Посмотрите, Баккаски. Он не двигает до того, чтобы я бросил этот place. Так. Ага, марки. Марки-принтинг-компания. Нет, ничего не так, как идти прямо к источнику. А это что? 150 долларов в роигрыш? Беттинг-компания. Видно, как мистер Лайтфолл был на лузинг-стриге. А он что с ними расплачивался этими квитанциями, что ли, таким образом? А вот и квитанции. Да, конечно. А у них оружие просто так взялось, да? Да. Ага, но сейчас был прав. Так, связь. Эээ, ты что, издеваешься, только что сам сказал, что он владелец Марки. Ну, это чистая ложь. Это лучшая ложь, которую ты можешь задать, Биггалов? Эй, не могу я ложить тебе, детектив. Я не в точно хорошей позиции, сейчас, я. Только как нам указать теперь? Эээ, записка. О. Ну, что ж, время поехать к этому Лайтвеллу. Он, видимо... Ну, не видимо, он уже, получается, был тут. Хотя, не то, чтобы он самый главный. Но, отдельные... Точнее, настоящие документы продает он для украденных машин. Так, ну, погнали к нему. Нанесем ему второй визит. Так, ну, погнали к нему. Ну, погнали к нему. Ах, мы возьмем немного убежать, это за счет. Я надеюсь, что это не было так. Ну, они не должны привести к нему с ним. Мы не имели много выбора. Вы должны отмечать к нему, кто пытается бросать твои мозги в один минуте, и плачет в инноцене в следующем. Да, особенно, когда он был обрадован с доказательствами. Люди, как Биггалов, используются так много времени, что они не делают ничего плохого, что они начнутся вернуть в своих собственных бухгах. Они становятся слоппи. Биггалов, Лайтвелл, все. Если они не были, то кто знает, как долго они могли бы оставить этот ракет. Комплейсенция или грех? Это всегда один из двух, который приводит их к нему. Ну, почти. Еще просто хороший детектив попался. Комплейсенция или грех? Да. Ну, ты нагло врешь. Биггалов, Лайтвелл. Биггалов. Биггалов. Биггалов, Лайтвелл. Твой горный долг, думаю, будет самое оно. Нет, почему? Лучше бы дал ему назвать остальные имена. Лайтвелл. Биггалов. 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 Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующей серии, где мы продолжим раскрывать дела. Спасибо, что были с нами. Хочется сказать, извините. Все продолжаю заговариваться. В общем, до следующей встречи. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok